ну что ж ребят всем привет со всеми с кем я не знакома привет меня зовут илья ты попал на мой канал а с теми с кем уже знакомы всем привет я знаю я пропадала и вот я снова вернулась к вам я знаю я выпала немножечко из своей youtube жизни и за май месяц у меня накопилось достаточно много видеоматериала и я все думала как же мне его объединить в одно какое-то видео в какой-то возможным большой влог и я поняла что мне не обойтись без каких-то таких вот вставок где я буду сидеть и вам рассказывать что же было как было почему так было поэтому если тебе интересно оставайся и погнали вообще я пропала со своего канала по причине того что сначала я просто заболела я болела недели две у меня не проходила температура мои голосовые связки вот только-только начали приходить в норму я не знаю что это было какая-то супер странная простуда получается уже после болезни я начала для вас снимать на самом деле май выдался просто невероятно насыщенным я заполнила его максимально встречами тренировками и такими-то событиями насыщенными потому что май это все равно как глоток свежего воздуха за весь год то есть у нас сами понимаете ранее такой климат что большинство что большую часть времени мы с вами живем к сожалению в холоде и когда наступать май сразу жить хочется да я решила твердо решила что алия все у нас будет плотный график вообще недавно я осознала такую вещь что пора прекратить чего-то хотеть и ничего не делать с этим да спасибо музыка нам сейчас не нужно вырубаем у меня с детства было такое что когда я слушала музыку я не представляла себя в клипе это было очень редко я представляла как я снимают клип я видела определенный видеоряд в своей голове видела какие-то переходы но никогда не воплощала блин это в жизни и есть песня 1 чека п щеку губа об губу я думаю все знаете знаете исполнителя и я подумала блин под этот трек у меня есть идеальная пара которая могла бы сыграть в этом клипе и все и в общем я сказала ребят ничего не знаю вы участвуете в съемках меня вообще ничего не волнует завтра я выезжаю к вам и мы его снимаем и мы его отсняли просто посмотрите как это было это было очень видео ну что ж этот день настал я наконец-то вышла на связь но по моему голосу слышно что я еще не до конца выздоровела сейчас едем на съемку со своим другом будем снимать кино красивое надеюсь сегодня делаю вот такие вот сережки впервые на хрясь я надела вот такое большое кольцо потому что до этого у меня было такое маленькое-маленькое колечко с цепочкой но у него почему-то сломалась зацепка застежка вот это она просто может отцепиться в рандомный момент и свалиться с меня поэтому я надела серьги вот такие для меня это немножко необычно я настолько отвыкла носить кольца что мне кажется что я как какой-то соловей разбойник сегодня с ним вот выгляжу сегодня вот так так люблю свое зеркало вот эти вот надписи и штучки вот эту кстати говоря я делала сама это мои губки все я выдвигаюсь а вы оставайтесь со мной потому что я хочу снять в этот раз другой влог не такой как были у меня сейчас объясню о чем идет речь дело в том что я начинала этот канал еще даже в девятнадцатом году тех видео уже давно нет но я начинала как влог вы потому что я очень люблю этот формат мне это очень интересно но каждый раз я пыталась как будто бы подстраиваться под если это может так сказать влоговые тренды на ютюбе и каждый раз вот если вы даже посмотрите у меня каждый влог не похож на предыдущий по стилистике то есть где-то вообще абсолютно разные монтаж это абсолютно разные шрифты потому что каждый раз я что-то новое пытаюсь что-то сделать что-то тестирую тут мне вот это понравилось мне вот такой перевод понравился я не могу прийти к чему-то одному вот а я бы все-таки хотелось чтобы не был какой-то один единственный определенный стиль ведения моей страницы вот этой на ютюбе вот поэтому сегодня начиная точнее сегодняшнего дня я хочу потестить длинный формат влогов посмотрим что из этого выйдет кто хочет ко мне сесть иду собирать одуванчики потому что они нам очень нужны будем плести венок я на самом деле уже даже не помню как это делается но так фокус но вероника сказала что она помнит поверь мне на слово на здесь здесь на здесь нет плохо я имела ввиду ну красота же красота нарисовать картину это я вот такой дом у моей подружки веронички это я подарила теперь я поняла почему мне интересно с тобой обсуждать книги потому что у тебя есть книга это тайная история трусов пишем самая маленькая свечка в книге ссылочку оставлю в описании посмотрите у вероники есть фотокнига и пса хомяка мышь просто это что за прелестная прелесть а он где кстати у вас саду вот он кстати тоже актер как мы все в этой жизни замечательное наставление просто абсолютно всем и каждому блядь мне говорит ты не можешь все пожалуйста кай фу готовы на счет 3 раз два три побежали а можете друг на друга смотреть подгадали буквально стали последний кадр и начался апокалипсис ввери вероника пьет пиво и ест шуму каждый день идеально это мы мы держим это место что-то но очень вкусно это тоже пиво как не любила пиво так и не люблю результат можно также посмотреть соцсети запрещенной с картинками ссылку я оставлю обязательно внизу конкретно это видео сразу скажу что не нужно ждать какого-то вау там кино сняли нет вообще нет ни разу у меня вообще была немножко другая картинка в голове с вечерним светом с дополнительными источниками такая красивая киношная картинка но а наверное моя лень наверное все таки да лень решила что мы будем снимать днем вот так вот я думаю вечернее время могло получиться еще интереснее еще прекрасней помимо каких-то моих событий я конечно же очень много работала я работаю графиком пять на два восемь часов в день иногда это бывает к сожалению больше но увы помимо работы из-за того что большая часть работы мне конечно сейчас приходится на какую-то сидячую работу конечно тело требует больше двигаться больше чувствовать себя приходить как-то в норму тем более после болезни после такого большого перерыва я дела еще больше тренировок для тех кто не в курсе кто не следит за мной запрещенные соц сети с картинками кто не в курсе я занимаюсь пол экзотом уже около получается два с половиной уже года я танцую пол экзот и сейчас я начала ходить в группы по стрипу и в мае месяце я взяла дополнительные тренировки взяла закрытую группу ну как взяла меня туда взяли да потому что как мне сказали туда берут не всех это уже более такой средний продолжающий уровень честно не могу сказать что у меня прям вау круто как это все получается пол экзот все равно мне как-то ближе и там быстрее соображаешь ты уже знаешь какую-то рутину из которой ты можешь как-то комбинации какие-то делать то в стрипе все намного сложнее лично для меня ну вот с такой котомка я пойду на работу а все почему правильно потому что сегодня вечером у меня будет тренировка меня взяли закрытую группу по стрипу не знаю что из этого выйдет потому что стрипом я занимаюсь недолго я в основном танцую пол экзот не знаю не знаю девочки вот такие дела вчера я посмотрела унесенные ветром но специально не стал досматривать до конца так как в книге я еще не дочитывала концовку не знаю чем все закончится поэтому поставила на паузу уснула и я уже опаздываю на работу вообще я хотела рассказать вам такую вещь и немножечко это отекшим но нормально мы все помним что вчера я отходила от ветеринки хотела рассказать такую вещь что недавно относительно недавно где-то месяц или два назад я похудела и пришла в отличную для себя форму но дело в том что сейчас я снова набрала эти килограммы обратно то есть сейчас я не довольна своей фигурой у меня заполотали ее вообще нет у меня очень проблемная вот эта часть рук поэтому я стараюсь всегда его закрывать я бы не сказал что это какой-то комплекс но не нравится мне это правда вот в общем о чем собственно говоря я хотела сказать я поняла почему я набрала этот вес почему я стала наедаться я в моменте когда я что-то кушала я понимала что я не хочу это есть мне даже аппетита нет сам прикол в том что у меня не было аппетита и для тех кто здесь впервые объясню у меня пп когда-то я страдала вот здесь вот обожала всякие диеты очень сильно не любила свою фигуру себя нет мое лицо в зеркале не такое опухшее как в камере что за прикол можно я буду вещать так короче говоря в моменте когда я обидалась я прям сидела и понимала что мне не хватает эмоций и я понимала каких конкретно эмоций мне не хватает я очень устала я очень хотела отдыхать и думаю это совершенно нормальное состояние когда ты не был в отпуске 4 года и нет дело не в том что у меня какой-то плохой руководитель и не отпускает меня в отпуск я бываю в отпуске но вся проблема в том что этот отпуск заключается сидением дома потому что мы как бы понимаем да что ты уходишь в отпуск и отпускные деньги которые тебе перечисляют на эту карту они автоматически уходят на следующий месяц проживания потому что в следующем месяце ты получишь денежку гораздо меньше то есть откуда взять деньги на отпуск я не знаю я не понимаю то есть это надо прям откладывать и очень долго откладывать планировать какой-то отпуск так что вот ну а я пошла на работу наконец-то наверное уже пора выходить хотя нет знаете еще что скажу я совсем недавно узнала что оказывается нельзя делать каждый месяц долговременную укладку бровей прикиньте а я думаю что у меня брови осыпаются несмотря на то что я их там маслами херачу то есть я думаю какого собственно да и мне сказали что алия моя манекюшица мне сказала алия нельзя делать брови там не знаю не чаще чем один раз в два или три месяца а я делала их каждый месяц понимаете да ладно все пора блин пацаны я прогадала с одеждой но улица немножко прохладно кстати по поводу опозданий на самом деле это у меня стало уже систематично но не переживайте не в том плане что я опаздываю а вдруг кто-то узнает нет у нас такая схема что ты если приходишь к девяти утра ты уходишь в шесть если ты опоздал и приходишь к десяти ты просто уходишь в семь но прикол в чем мне не нравится оставаться до семи вечера хотя бы просто по причине того что когда ты приходишь домой грубо говоря уже в восьмом часу у тебя просто не остается времени чтобы пожить эту жизнь то есть ты и так провел пять дней в неделю восемь часов на работе и потом еще из-за своих опозданий грубо говоря сокращаешь временно жизнь вне работы вот грустно печально но ничего не могу с собой поделать я просто не могу начать просыпаться раньше думаю что это связано тоже с моей усталостью не знаю господи боже мой у нас уже дождик я пришла на тренировку сейчас посмотрим что из этого выйдет не знаю посмотрим если у меня что-то получится в принципе у меня что-то получится то я что-нибудь засниму и покажу в этом месте я даже не знаю я не знаю что это не знаю и не знаю я и не знаю что это не знаю Запотевшая камера и трясущиеся руки. Тренировки, конечно, были у меня практически каждый день. Единственный мой выходной день был, это вторник. Да. И, конечно, суббота-воскресенье. Но суббота-воскресенье это прям мои личные выходные. Все. Я не тренируюсь в эти дни. Не считая зарядки по утрам, 50 минут, ровно, уже, наверное, года два я так живу. Я понимаю, что я не могу без зарядки утром. Если я ее не сделаю, я чувствую себя какой-то деревянной, ненастоящей. Мне прям плохо. Мое тело, оно просто ноет. Помимо моих тренировок, я еще успевала проводить время с друзьями, как после работы, после тренировок, так и выходные. И недавно мне написала моя подруга, просто рандомно, ни с того ни с сего. Алия, привет, что делаешь завтра? Я говорю, ничего не делаю. Она проводила съемку и позвала меня просто покататься с ними. Типа, почему нет? Мы прикольно провели время. Мы даже посидели на пляже, подыграли. Одной девочке была дочка. Она взяла ее с собой. И мы так круто провели время все вместе, каким-то своим таким маленьким женским кругом совершенно разного возраста. Это было прикольно. Надеюсь, клещей не поймаем. Ну, хотя все с новых, их не должно быть. Кража ребенка. Боись, я тебя держу. Раз, два, три. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-аа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Оно с ламдышем. Нет? Нет. Споткнувся. Уже под ноги смотри. Непонятно, где мы? Сейчас увидишь. Показать тут не надо. Обнаружены цветочки. Адельичка, смотри сюда на сети. Пахнет болотом. Мне так сразу хотелось на Кипр. Просто Кипр это единственное место, где я была за границей. И единственное море, где я была. И поэтому единственные мои, конечно же, воспоминания это о Кипре. Так сразу захотелось. Серьезно? Да. Такая холодная, чистая, мокрая. Нравится? Да, как они базовые. Лиз, не нравится. Вот это лути. Красиво очень. Нравится, Аделя? Обалдеть. Вот этот человек делал всё своими руками. Вот именно этими руками. Вот этими? Да. Обалдеть. Какая красота. Аделя, по-моему, здесь остаётся. Да. Малыши. Какой холодный. Какой холодный. Какой холодный. Какой холодный. Аделя, знаешь, как их зовут? Ну-ка. Ммм, вкусно, да? Да. Всё, говорит, это наш дом. Мы тут живём. Блин, я бы в детстве тоже всё отдала. За такой шатёр. Это было интересно. И в такие моменты реально понимаешь, как всё-таки важно иметь рядом с собой людей, которые могут тебя просто вот так спонтанно с собой, просто за компанию позвать куда-то. Или посмотреть фильм в час ночи. Недавно я после тренировки вернулась. Часов 9-10, я уже не помню вечера, сходила в душ, не высушила голову и просто поехала к подруге смотреть мультфильмы Хаяу Миядзаки. Время 9 часов вечера. Я даже не высушила голову. Еду к подружке. Всё, стою, жду такси. Я надеюсь, люди понимают, что у меня голова не грязная, а мокрая. Рассказала своими подписчикам на ютубе твою новость. Они вообще знают, что это на кейпоп? Представляете, Зара настолько накейпопилась, что ей написали из министерства, чтобы... Министерство молодёжи. Ну, министерство молодёжи. Ну, министерство слово-то какое. Из министерства молодёжи Татарстана в городе Казань, чтобы она организовала мероприятие. Прикиньте? На кейпопилась? Обалдеть. Я сегодня, знаешь, просыпаюсь от того, что Масяня вот так носом лежит, вот так вот, и рукой меня обнимает. Какой же это кайф, имеет возможность просто приехать кому-то в час ночи, посмотреть мультики Хаяу Мятяки. Ну, не к кому-то, а к кому-то близкому. Мне кажется, это круто. Собираемся на тусовку. Зара сказала, чтобы я шла вот так. Ты по-моему написаешь? Не с Татарстан? Реально, это ещё вот такой. Но он сюда, к сожалению, не вписался. Да? Здравствуйте, Ютуб. Квитца. Здравствуйте, Ютуб. Всё, я попыталась. Очень круто. Думаешь? Нет. Она была визажистом. Что нового за всё время произошло? Ну, как сказать. Ничего. Ничего? Мне что не нравится, это то, что я, в принципе, не умею краситься. И прям видно, что лицо такое необъёмное, короче. Я и скульптор пыталась, и бронзер пыталась. Ты надо тонал просто побольше, ладно? Когда мажешь тоналку, а потом все скульпторы и бронзеры, хорошо видно. Да, я не знаю. Да, я не знаю. Ладно, там будет темно, так что я не пойду. Чинь-чинь. Богиня. Это состояние души. Просто покитетничать, типа войну. По факту. Да. Просто реально парни очень часто ещё как бы... Не то, что там стеснительные ещё, не в этом, а вот то, что... Они очень сильно боятся отказа. Угу. Ну, потому что, типа, ну, давай вправду глаза посмотрим. Реально симпатичные. И типа, и сучи лицо, или ещё что-то. По факту. У тебя, да. Ну да, мне сучи лицо, ребят. У тебя. Я боевик. Да. Да, Трэс. Откуда в случае лицо? Я же вообще в душе милаха. Почему внешность не отражает внутреннее состояние? Это милаха. Ты тоже не считаешь, что я в душе милаха? Нет. И я. Тогда убрали за меня иллюзии, что я не милая. Джонни, ты у тебя веришь? Джонни, ты самое красивое лицо. Мамина ты радость. Мамина ты сладость. Да. Ты моя Пустина. Ты моя Пустина. Ты самый, самый мой хороший пирожочек. Ты со своим пальцем. Я не взяла с собой даже верхнюю одежду. Алия, здесь ничего интересного нет. Это просто пирс. Да, пирс. Все, пока. Отсюда. Отсюда. Куда, куда, пирс? Куда? Куда? Я, как всегда, ем. Я тоже буду сейчас растеплен. Ты как посветрела на улице? Это что такое? Моя проблема в том, что я не могу засыпать, когда на улице светло. Мы что-нибудь придумаем, Алия. А у тебя не блэкаут, что? Блин, там было солнце, я не успела его снять. Столм я с губами. На улице 4 утра. Это мои первые 4 утра в этом году. Блин, реально так светло. Обалдеть. Ты посмотри. Мы с тобой вообще красивые. Между прочим, после тусовки, где мы танцевали как мразь. Ну, не как мрази. Я, кстати, вообще очень классно оторвалась. Я прям танцевала. Вообще так весело. Все, когда будем вставать. Никогда. Ты сейчас пальцы в висок тыкаешь. Я уже двум курьерам дверь открыла. Копеечки. Ну, началось. Джонни! Встань от нее. Джонни, не подходи. Экспресс-доставка воды. Ты можешь звуки еще более правдоподобные? Мои любимые мальчики. Мои сладкие. Ты вот BTS-ов своих любишь. А вот мой Арсюша, Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиненко и Антон Шацун. Ничего не смущает. Мы уже позавтракали. Сейчас смотрим друзей, посмотрим динтруализацию. Я должна еще чуть-чуть передохнуть и потом поеду домой. Хочется сегодня нормально поспать. Я не знаю, у кого как, но лично я не могу спать, если я выпила алкоголь. Короче, я не могу спать. Я не знаю. Кого-то наоборот это вырубают. Да, Джонни? А меня наоборот. Я не могу спать. Не хочешь вывести? Нет? На улице солнышко. Потому что я проснулась. И это так круто. А один раз вечером после тренировки я даже не успела доехать до дома. Мне позвонила моя подруга, другая. Другая. Почему я так сказала? Илья, ты где? Что ты делаешь? Я говорю, я только вышла с тренировки, потная, вонючая. Что тебе нужно от меня? Она говорит, слушай, мои знакомые, то есть это была молодая пара, они парочками дружат, позвали нас в гости. Я знаю этих ребят, мы с ним познакомились на дне рождения как раз у этой подружки. Она говорит, слушай, они зовут? Пошли. Я подумала, блин, а почему нет? Да, воняю. Да, потно. И что? Что мы не люди, что ли? Я себя так тихонечко-тихонечко привела в порядок, поехала и ни разу не пожалела, ни разу не пожалела и поняла, что если бы я отказалась, вот тогда я бы пожалела точно. Мы так круто провели время, я впервые в жизни надела VR-очки. Настроение питерское. Согласна. Правда, видно, но только церковь. Бог следит. Нюхать пиццу. Типа, как вкусно. Да, пицца. Мы приготовлены. Идеально. Сколько тут тоже уходит на вруч? За день? За день? Серьезно? Ну, я еще не столько шипотела. Мощь. Ты как Нел в манте. Ты как у меня, что ты в блоки-блоки. Это первый раз мы его взяли за помощью. Давай, ты сможешь. Мы верим тебе. Я-то знаю, что это ковер. Конечно. Мы уверены в этом. А что в конце? В конце, ну, ты дойдешь, мы тебе скажем. Прыгать? И Вероника, моя подружка, она уже была в гостях у этих ребят. И с помощью этих VR-очков она, получается, прыгала с высотки. И она говорит, Алия, я хочу, чтобы ты прыгнула. Звучит странно вообще максимально просто. В смысле прыгнула? Что тебе от меня надо, женщина? И я думаю... Ну, блин. Ну, я же буду головой понимать, что это всего лишь очки. Что я стою на полу, что здесь есть стены. Здесь есть люди рядом, и все это не по-настоящему. Я прыгну. Ну, это какая-то ерунда. Это какая-то детская забава. Ребят, я визжала. Не знаю кто. Это было так страшно. И это было так круто. Это была пятница. То есть, сами понимаете, вечер пятницы, какой у тебя уже настроек. Впереди выходные. Ты идешь на любимую тренировку. Ты тренируешься, получаешь вот этот заряд. Потом ты едешь в очень приятную компанию, круто проводишь время. Так на тебя еще там очки VR-овские натягивают. Я вот, клянусь, после вот этих VR-очков у меня было чувство, ой, у меня было чувство, что я побывала в отпуске. Было так хорошо. Вот просто хорошо. А ты прыгнула? Я прыгнула. Ну, там как бы не прыгаешь, просто вперед. Да, просто шагай, только... Он падает. Ты можешь прыжочек сделать. А Маша, вернись и пойти, она-то. Нет. Ты можешь такой прыжочек сделать. Маленький. Маленький. Все, все. Ой, ой. Стоять. Ну-ка. Давай, давай, давай. Она была кельная. Представляете, у нее не раз не попали, но спору, у нее... Подарочек. Доброе утро. Я еще даже не успела умыться. Думаю, вполне заметно. Ко мне уже приехал курьер с едой. Прикиньте, так быстро. Умпакинг. Быстро, быстро. Оп, оп. Когда-нибудь я, конечно, куплю камеру, но пока что в этом нет смысла, так как у меня нет компа для монтажа. То есть тот ноут, который у меня есть, это даже вообще не мой ноутбук. Мне его придется сдать после увольтнения. Так что, да. Такие дела. Погнали. Это у нас пломбир. Со вкусом кокоса и ромом. И ликера. Ой, греческий йогурт. Вот такой. И к нему я взяла, короче, шоколадку. Блин, тут, наверное, такой ужасный звук. Сой. А, взяла шоколадку без сахара. Я не знаю, видели вы или нет, но в институте есть рецептики, где, короче, греческий йогурт замораживают. Там с ягодками, с чем-то я решила просто греческий йогурт, без всего. И после заворозки в растопленном шоколаде обволакивают и снова замораживают. И получаются а-ля такие шоколадные пэпэшные конфетки. Не знаю. Еще вот такой батончик обожаю. Просто это моя любовь. Потом вот эти хлебцы. Кстати, когда я худела и похудела очень быстро, я ела вот эти хлебцы. Вот такие батончики. Именно как замена сладкому. И мучному. Самое главное, конечно, не переборщить с ними, потому что в них тоже очень много углеводов или что такое. И сырники, рикотники. Они очень вкусные. У них прям чувствуется вкус. Вот эти рикотты. Но единственное, когда их жаришь, они разваливаются по какой-то неведомой мне причине. Не знаю, может, это рикотты надо сделать. И тут, короче, я обычно на выходных не готовлю вообще, потому что я не хочу есть на выходных. Мне хватает там чая с печенюшкой, грубо говоря, какой-то перекус небольшой и все. Но сегодня я решила, вдруг я захочу покушать или завтра захочу покушать. И я же казала себе плохо. Why not? А я пошла умываться. Котик. Наконец-то на моей кухне и солнышко. Мне кажется, что это самый спелый манго в моей жизни. Спасибо тебе, поклонник. Даже слова другого сюда не вставишь. Хорошо. Конечно, помимо каких-то встреч, каких-то мероприятий, иногда ты от этого элементарно устаешь. И тебе хочется. Иногда это даже просто необходимо. Да, ты получаешь эту зарядку от людей. Но иногда хочется разрядиться. На расстоянии вытянутой руки я хочу побыть самим собой, наедине со своими мыслями, отдохнуть, вдох-выдох. Мы опять играем в любимых, вся вот эта история. И я просто гуляла по городу, гуляла одна, ходила в кафе, очень вкусно ела, красиво ела, красиво смотрела, красиво видела. И это было так здорово. Я прошла от центра до своего дома 8,3 километра. Не знаю, сколько тысяч шагов это, но я думаю, что примерно дофига, потому что шла я примерно 2 часа пешком. Конечно, под конец мои ноги охреневали от этой жизни. Поначалу я шла, мне было так классно, да, хорошо, но под конец я уже просто хотела быстрее добежать дома. Но это все равно было круто. Я шла, никуда не торопилась. Я не тревожилась. Вот. В этот момент я не тревожилась. Просто я очень тревожна. Моя позвольная нервная клика. Я очень тревожный человек. На самом деле я все переживаю через себя, все вот абсолютно пропускаю, все через себя, какую-то информацию получаю. Даже посмотрю просто какой-то грустный рилс, я могу ходить потом с этим несколько дней. Ходить, думать, анализировать. И на это, на самом деле, уходит очень много энергии. И да, наверное, когда я шла вот эти 8,5 километров, я как будто поймала себя на мысли, что сейчас я не думаю ни о чем, что меня тревожит в мои обычные дни. Я просто шла и думала о том, как мне сейчас комфортно. Что на мне сейчас максимально комфортная одежда. Мне ничего не давит. Мне свободно дышится. Мне свободно идется. Иду спокойно, размеренным шагом. Я никуда не тороплюсь. Мне никуда не нужно. Смотрю на мимо проходящих собак, на их хозяев. Улыбаюсь, светит солнышко. Я не знаю, что это, преисполнилось я в этот момент или что, но это был какой-то такой интимный момент самим собой. Где есть только ты и никого больше. Такие дела. На этом все. Я надеюсь, что тебе было интересно, комфортно. Обещаю не пропадать так сильно. Видео будут обязательно. Если у меня не выходит видео, это не означает, что я забросила свой канал. Вот этот канал, это вообще какая-то моя отдушина. Я всю жизнь мечтала о канале. В 2019 году я его завела. Потом из-за работы я его удалила. Не вела, хотя внутри всегда этого хотела. В том году в мае я завела канал. Вела его. Суперактивно начала вести только там примерно через полгода. Но я вижу, что на меня уже подписано 490 рублей. Она любила считать зарплату. 490 людей. И я пытаюсь представить. Вы знаете, как я всегда представляю количество людей. Когда мне говорят, будет 30 человек, посадка, 100 рублей. Я представляю стадион. Но стадион не такой огромный, где какая-то футбольная лига происходит. А такой обычный стадион. На фигуре вот вы бегаете. Я представляю этот стадион. И представляю примерное количество людей. 490 людей. Смотрят меня. Выбрали меня. Остаются здесь. Подписываются. И в этот момент ты понимаешь, что вот этот твой маленький островок комфорта, твоего хобби, твоего увлечения, то, что ты делаешь для себя в первую очередь от души, кому-то интересно, конечно же, это дает такой запал. Делать еще больше, делать лучше, делать интереснее. Поэтому да, видео обязательно будут. Спасибо большое за просмотр. Желаю тебе хорошего дня, если это день. Хорошего дня, если это утро. И доброй ночи, если ты смотришь это видео вечером. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok